В эфире Союз Москва. Сегодня мы отмечаем 9 мая, один из самых великих праздников в нашей стране, который имеет огромное значение для каждой семьи, потому что в каждой семье есть тот, кто воевал, кто отдал свою жизнь за эту победу. И сегодня мои собеседники, гости столицы, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Бурцев Юрий Петрович из Нижнего Новгорода, мой дед Бурцев Федор Константинович, пулеметчик 1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны в 1941 году в Казахстане, в городе Октюбинске. И буквально в октябре месяце под Москвой вся легла на полях сражений. В течение двух недель от дивизии осталось чуть больше 20 человек. О его судьбе мы и так ничего и не знаем. Два слова о том, кто воевал у вас. Ну, во-первых, я хочу представиться. Меня зовут Бурца Наталья Алексеевна. Вот мы сегодня все с супругом и своей внучкой приехали сюда, в Москву, для того, чтобы отметить День Великой Победы, показать внучке святые места, места города Москвы, показать Вечный Огонь, Красную Площадь, Кремль, для того, чтобы рассказать о том, что здесь именно находится сердце нашей Родины, и здесь чтят память наших павших героев. Мы сами из Нижнего Новгорода, который не стал гордым героем, но, тем не менее, очень большую роль сыграл в деле защиты, в рамках рабочей помощи в тылу, помогал своими, народ помогал своим трудом ковать, как говорят, ковать победу. И мы сюда приехали, то есть в моей семье, то есть я сама из города Куйбышево, то есть тот город, который тоже был, как говорится, в тылу наших бойцов, ковал победу. Туда переехали огромное количество оборонных предприятий. Оборонных предприятий, да. И мой дед, сам он из Оренбургской области, он уехал на фронт, к сожалению, ему не случилось воевать, то есть он умер в госпитале от болезни, но, тем не менее, он похоронен на кладбище воинов в городе Самаре сейчас уже. И мы, когда бываем в Самаре в гостях, мы постоянно навещаем это кладбище воинов и возлагаем цветы не только нашему деду, но и всем погибшим на фронтах Великой Отечественной войны героев, которые непосредственно были из города Куйбышево. Вот как вы считаете, что мы должны рассказывать о войне, что должны помнить о войне, теперь уже, получается, правнуки, тех, кто добывал эту победу на полях сражений, отдавал свою жизнь, молодость, кровь? Ну, мы должны воспитывать в молодом поколении, прежде всего, эта любовь к родине, к своему отечеству, помнить, значит, наших предков. Мы, вот, растя своих детей, каждый праздник 9 мая выходили на площадь в Нижнем Новгороде, где проводилась демонстрация, парад, и всегда, значит, преподносили цветы ветеранам, которые в то время еще были живы, да, были моложе и живы. Вот. И сейчас вот эти традиции мы стараемся передавать вот как раз и внучке. А что об этой великой победе, об этой великой войне должны мы помнить? Какие, может быть, факты? Вот как мы должны ее преподносить? Ну, я считаю, что все эти фильмы, все эти книги, та наша история, которая передана вот великими мастерами, то есть, беспрекрасно. Вот именно та живая история, то есть, она сейчас востребована. И наши дети, например, у нас два сына, они с большой любовью смотрят эти фильмы и обращаются к тем историческим фактам, которые вот на сегодняшний момент очень активно преподносятся и по радио, и по телевидению, и с большим таким благовением и, ну, как сказать, ну, такой уважением, уважением относятся вообще к нашей истории, к нашей боевой истории, то есть и помнят, и знают, и вот мой старший сын своей дочери пытается довести, вот донести до нее всю значимость этой победы, всю силу российского оружия, то есть, и поэтому мы считаем, что это все равно должно быть передаваться из поколения в поколение нашим детям при помощи книг, при помощи фильмов, при помощи историй, рассказов даже, рассказов с близких и родственниками, как это было. Ну, и, конечно, есть возможность поздравить сегодня всех ветеранов, всех тех, кто в тылу ковал эту победу. Вот два слова. Всех ветеранов поздравляем с великим праздником Дня Победы, здоровья крепкого, долгих лет жизни, и большое спасибо за нашу жизнь. Уважаемые телезрители, я напомню, в эфире «Союз Москва» сегодня день 9 мая, день Великой Победы, день важный для каждой семьи, живущей в нашей стране, и это повод вспоминать о том, как это было, говорить о том, что мы должны сделать для того, чтобы память об этой победе не канула в века, о том, чтобы помнили, о том, чтобы об этой победе помнили наши дети и знали, какой ценой она добывалась.